Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для Души. Наверняка в жизни каждого из вас есть вот такая безобразно вытянувшаяся за зиму пеларгония. Грань по-нашему. Вот сейчас мы ее будем приводить в чувство, нарезать черенки и обзаводиться посадочным материалом, собственным посадочным материалом для наших клумб. Вооружаемся секатором и начинаем стрижку. Здесь, обратите внимание, молодые побеги – это будущие сильные побеги, за счет которых будет возобновление куста. Их я оставляю. Все остальное я могу срезать. Я срезаю кардинально коротко. Обратите внимание, как именно я срезала. Вот посмотрите, вот это места, а там, где были листики. Вот их я оставила. Видите, я срезала над бывшими листьями. Это точки появления будущих почек. Поэтому вот здесь, вот она, почечка, видите, вот она наклюнулась. Вот здесь будут новые почки, и наш кустик будет выглядеть более пышным и крепеньким. Не переключайтесь, и я расскажу вам секрет, с помощью которого вы сможете добиться 100% укоренения черенков. Для того, чтобы наши черенки укоренились, нам понадобятся одноразовые пластиковые стаканчики, ножницы, острый нож, доска и качественный питательный грунт, такой как биогумус ткаченко. Это суперпитательный грунт, в котором нет ни насекомых, ни личинок насекомых, ни каких-либо спорогрибковых болезней. В нем я всегда уверена. Стаканчиков мне понадобится много. В каждом из них при помощи ножниц я сделаю вот такой дренажный разрез, дренажное отверстие. И делаем черенки. Самые ценные черенки, вы, наверное, слышали, бывают с пяточкой. Так что же это такое и как ее сделать? Очень просто. Вот смотрите, вот такой побег, который идет от основного ствола. Я сейчас попытаюсь его отломить медленно так, чтобы захватить вот эту часть ствола. Это и будет пяточкой. Так. Вот. Даже чересчур длинно. Вот посмотрите, именно вот это и называется пяточкой. Такие черенки укореняются намного быстрее. Так. Вот этот черенок я также могла бы сделать с пяточкой. Но слишком короткий ствол не годится. Поэтому я оставлю его на стволе. Смотрите, что я делаю. Срезаю здесь, делаю прямой срез. Примерно полсантиметра отступаю над побегом. И внизу, как вы помните, мы делаем косой срез под углом 45 градусов. Поскольку я работала ножницами, то теперь острым ножом срез я обновлю, для того, чтобы не было заломов ткани. Итак, смотрите, как должен выглядеть черенок. Мы удаляем все листья по максимуму, потому что здесь нет корней и черенку. Нечем питать вот эту листовую массу. Мы должны освободить, облегчить ему жизнь, убрав максимально вот эти листья. Вот так выглядит правильный черенок. И здесь нужно его укоротить. Примерно 7 сантиметров длина ствола должна быть. А вот из этого черенка я вполне сделаю два. Слишком длинный для одного. Длина ствола слишком длинная. Итак, вот здесь я срежу под прямым углом. Здесь сделаю косой ствол. И да, вот так будет тоже выглядеть черенок. Здесь проснутся почки. Вы можете такие черенки оставить, а можете нет. В зависимости от того, сколько вам нужно посадочного материала. Оставляя такие черенки, вы ничего не теряете. Итак, здесь, смотрите, делаю косой стресс. Также удаляю все листья. А здесь, помните, мы делали вот у нас... А здесь, смотрите, вот этот один черенок с пяточкой. Здесь идеальный размер черенка. А здесь он слишком длинный. А он хоть и с пяточкой, но велика длина ствола, поэтому я попытаюсь сделать из него также два черенка. Вот так. На этом делаю прямой. И вот так у меня тоже будет выглядеть черенок. Убираю листья. Смотрите, вот из этого материала можно сделать до 10 черенков. Вот здесь я попытаюсь оторвать его также с пяточкой. Воспользуюсь вот этой развилкой. Да, у меня это получилось. Вот он, черенок. Вот он, еще один черенок. Здесь делаем косой. Да, слишком длинный. Косой делаем здесь. Открываем биогумус. Вот будете, когда выбираете, обращайте внимание, чтобы здесь был написан биогумус ткаченко. Кстати, рассада от этого биогумуса просто в восторге. Смотрите, слегка влажный. То есть, вот такой биогумус, который и должен быть. Я даже не буду черенки поливать. Итак, дополняю стаканчик. Смотрите, до середины утрамбовываю его слегка. Делаю пальцем посадочную лунку. И вот здесь у нас срез под углом 45 градусов. Он, конечно, идет вниз. И чуточку под наклоном, насколько это возможно. Вот так. Заглубляю примерно на 2 сантиметра. И пальчиками вот так прижимаю. Итак, вот у меня подготовленные стаканчики. Давайте вот этот вот черенок с пяточкой посмотрим, как правильно его посадить. Вниз, конечно же, срезом. И чуточку я даже могу им протолкнуть почву. Вот так. Примерно на 2 сантиметра. Видите, чуточку под наклоном. И пальцами прижимаю. И еще один. Вот он срез. Соответственно, вот так. Под наклоном. Вот прям втыкается. Рыхлый, хороший, мягкий биогумус. Вот так. Так. И прижать. Все стаканчики с черенками ставлю в ящик. Остальные черенки я обязательно также посажу. Сделаю это уже за кадром. Вот у меня еще здесь остались. А когда будет ящик полон, по бокам в 4 стаканчика я воткну небольшие палочки. Это будет условный каркас. И вставлю ящик в пакет прозрачный. Это нужно сделать обязательно для того, чтобы создать там тепличные условия. По-хорошему, когда мы сделали черенки, нужно дать им полежать примерно сутки, подсохнуть, чтобы был некий стресс у растения. После того, как мы зачеренковали черенки в горшочке, их нужно поставить еще на сутки в темноту. При этом они уже будут в пакете. И потом, спустя день, поставить ящик с черенками, которые находятся в пакете, под лампы. Да, освещение должно быть интенсивным для того, чтобы черенки бурно тронулись в рост. В моем Северном Подмосковье где-то в середине июня, возможно, будет высадить пеларгонию на клумбы, в кашпо, в вазоне. Поэтому у них есть полтора месяца для того, чтобы укорениться. Этого будет достаточно с учетом того, что грунт очень питательный. Конечно, это можно было сделать и в марте, и в начале апреля. Но тогда бы маточник мне пришлось еще раз обрезать, он бы успел за это время вытянуться. Маточник, кстати, я тоже высажу в кашпо с добавлением биогумуса. Обязательно покажу летом, вы его не узнаете. С вами была Светлана Самойлова. Пока!